И снова идёт дождь, и снова Диана идёт гулять. В этот раз я иду в кино, иду одна. Во-первых, потому что... Нет, наверное, во-первых, потому что Маша не любит такие жанры фильмов, вроде сказок. И мне не нравятся они. Это, да, это одна причина, вторая причина. Ну, как бы я давно у них не ходила в кино одна. И раз, может, не захотела, у меня есть возможность это сделать. Я любит ходить в кино одна. Знаете, как-то без суеты, без грамоты, ничего. Ну, вообще, плохо, конечно. Я не всегда свои эмоции рассказывать некому, потому что я просто, знаете, в себя. Вот. Это, если что, плохо. Много, как бы, атак. Очень люблю хранить кое-что. И вообще я опаздываю на этот сеанс, потому что начинается шесть пять минут, а мне ещё идти в кинотеатр на минут, наверное, десять. Хотя в Корее такие долгие рекламы перед фрикен муви, что, ну чё, я думаю, я успею. Как раз приду и как раз фильм начнётся. Так что, да, это мой аутфит. Если вам интересно. Вот эти вот ванцы, я их так обожаю. Я их так долго искала в Америке. Я их купила. И так получилось, что первый раз я их обула. Когда я была в России, у нас тоже был дождик. Они испачкались, короче. Я, конечно, их постирала. Но они всё равно испачканы у меня теперь. И так всегда получается, что каждый раз, когда я их хочу одеть, они, ёлки-палки, точнее, каждый раз я их хочу одеть, идёт дождь. Я не знаю, почему это получается, но каждый раз, когда я их хочу, я думаю, хм, вот в этот аутфит отлично подошли бы мои ванцы, то идёт дождь. Это, наверное, примет такая. Когда Дианзу хочет одеть ванцы, пойдёт дождь. Ну ладно. Ещё идти. Там стоит ещё светофор. Уже прошло две с половиной минуты. Как бы попа мне. Ничего страшного. Всё нормально. Ой. У нас всю эту неделю обещали дожди. И на выходных было очень душно, как бы. Мы гуляли с Машей, мы такие, блин, по-любому будет на буднях дожди, потому что на выходных было прям, ну, очень-очень жарко. Дождь и жарко, вот прям душно. Духота. И вообще сейчас начинается эта пора с сезон дождей в Корее. Весь июнь практически дождь. Ну, наверное, до половины июля. Но... Мне... Мне-то что? Я тут не будет. Что? Да. А, я вам даже не сказала, на какой фильм иду. Ёлки-палки. Дура. И она пошла на Мальфи Центу. Я очень-очень давно хотела на него пойти. Я прям ждала его релиза в Корее. Я очень-очень долго ждала. И наконец-то он вышел. Он вышел на такую неделю-пятницу. И вот только во вторник я смогла сходить. Хотя я хотела пойти на премьеру. Ну, как бы... Вот. И я спрашивала у людей, кто-то сказал, что он скучный. Девушка, которая ходит со мной на классе в Смите, сказала, что тебе понравится, Диана. Если бы смотри. Так что, да. Я надеюсь, мне понравится. И вот я сейчас уже приехала. И пойду я покупать билеты, попкорн, попкорн. А разу не идти. Все как положено. Муа! Ей! Я вышла из кино. Кино было офигенным. Конечно. Я даже не знаю, почему люди подумают, что он очень скучный. Потому что мне было очень весело. Я знаю, конечно, что он очень такой, знаете, клише. И что можно было предугадать. Вообще, какой конец будет. Но так как я великий скринврайтер, нафиг. Я придумала уже кучу, знаете, концовок для этого фильма. На его, наверное, середине. Но в итоге получился самый такой, знаете, обычный. Без никаких сюрпризов. И мне понравилось. Мне очень понравилось. Анджелина Джоли была великолепна. Я прочувствовала всю боль, когда у нее крылышки ее отрубили. И вообще, я не знаю. Мейкап просто муа! Спецэффекты просто муа! А Брора, конечно, меня бесила немножко. Потому что, не знаю, фильм в настоящем, оригинальном мультике не было такого, чтобы она меня раздражала и что-то такое. Хотя, наверное, в оригинальном мультике, когда я его смотрела, я была очень маленькая. Как бы я не думала о героях. Но, вообще, я не знаю, почему-то мне вот не понравилась мне Брора. Она была очень какая-то слишком, прям слишком радостная, знаете. Но, вообще, как говорят, что с книгами, что с фильмами одинаково. Не обязательно любить героев, чтобы сказать, что фильм был хороший. Так что я вам скажу, что фильм был хороший. Обязательно посмотрите его, или я не знаю, когда я это выложу. Поэтому вы уже, наверное, не сможете посмотреть его. К тому моменту, как я выложу это все. Но я надеюсь, что я успею. Хотя, ну, как-то. Вот. Дальше. Я зашла в Зару. Потому что там все было как бы в одном месте. На этом этаже был кинтезатор. А на первом этаже была Зара. Магазин Зара. Ну, и у меня как бы традиция. Я если хожу в этот мол, куда я сейчас только что ходила, я постоянно захожу в Зару. Ну, думаю, ладно, зайду. Ничего мне опять не понравится. Я уйду. Но Зара почему-то решила меня удивлять. Все это время я купила себе вот пакетик. У меня была дилемма. Я хотела купить себе шорты. Еще одни очередные шорты. У меня их штук 5, пар 5. И это уже начинает, блин, зависимость какая-то, если честно. Так что, елки-палки, это плохо. И я написала маме, говорю, мам, не нужны еще одни шорты? Она сказала, Диан, нет, платья и юбки. Моя мама такая девочка, конечно. Платья и юбки, Диан. Так что, да, я не взяла шорты, но я взяла, как я сказала, ползунки. Я маме написала, что ты возьмешь тогда без шорта? Я говорю, тогда я возьму ползунки. Она такая, ползунки? Что такое ползунки? Я искала фотографию, а она такая, ааа, комбинезон. Я такая, сори, по-русски уже не ля-ля. Вот. Так что я взяла очень красивый комбинезон. Мне вообще нравится этот очень тренд на этом спорте, не спорте. КВД. Все на стали. Да, мне очень понравилось. И я купила себе юбку и одно платье. И они одного материала, почти одного фасона, просто разного цвета. Но мне очень нравится, как она на мне сидит и что я такая, знаете, загрелая. Это очень странно. Раньше, наверное, ну вот года два назад, я очень хотела быть беленькой. Потому что каждое лето я бы загорала как бы на солнце сама. Как бы я не лежала, загорала. Я просто ходила под солнцем, елки-палки, со всеми возможными со защитными кремами и все равно бы выгорала. Так что, да, я очень хотела быть беленькой. А сейчас я как будто мертвая хожу. Мне это не нравится. Я хочу загореть. И я на самом деле на той неделе я загорала с Машей. И это было очень странно. Потому что я никогда этого не делаю. Было очень-очень странно. Вот. Это было первый раз, когда я загорала, да? И я очень сильно загорелась, честно. Мне кажется, цвет моей кожи, тон моей кожи, ну, наверное, ну, на один скейл больше стал, как бы, я не знаю. Это очень странно. Вот. Так что, да. Я немножко еще позагорю, и вообще будет круто. Буду очень красиво загорелась с загором. Рука отсыхает. Вообще, почему я себе позволила сегодня пойти в кино? Потому что, как бы, сейчас, вторник, мне нужно отправить спичь моей. Блин, забыла. Короче. Я... Фак. Все очень плохо. Ладно. Ой. Так вот. Почему я себе... Я так думала, что я все сделала. Оказывается, нет. Ну, ладно. Я так думала, что я все сделала, что я сделала все уроки в школе. Я подготовилась к экзамену. Ну, я как бы... Я сейчас сделаю специальные, я себе уделяю хотя бы час, для того, чтобы подготовиться для экзамена по химии. Потому что он очень тяжелый. Я не хочу его завалить. Вот. Я потратила... Я потратила свое время очень аккуратно. И... Да. Подготовилась к химии. Решила, ну все. Раз меня больше ничего не держит, пойду погуляю. И, короче... Блин, я забыла отправить электронное письмо учительнице. Очень печально. Надо сейчас быстренько бежать. Уже сколько времени? Уже... Уже... Уже, елки-палки, 8 часов. Блин, бедная она. Ох. Ох. Так что, да, я... Ой. Что-то я вообще забыла. Ну, короче. Рекеп всего, что я сегодня сказала вам. Фильм был классный. Эм... Не... Не бойтесь ходить одни и гулять. Одни ходить в кино. Мне это очень нравится. Я этим очень наслаждаюсь вообще. Это раз. Во-вторых, на меня постоянно очень смотрят тяжко, когда я хожу одна. Потому что в Корее как бы это вообще не принято. Это в России, в Америке. Вы видите людей сидят в кафешках, они кушают, да? Ну, как бы в Молле могут там одни гулять, в кино одни ходят. Но в Корее это очень, очень, очень редко. Это просто значит, что ты forever long, у тебя нет друзей, у тебя нет парней, там, не знаю, молодых людей и девушек. Это все значит, что ты этот, какой-то неудачник. Вот. Поэтому каждый раз, когда я хожу, на меня все просто ржут и на меня показывают пальцами. Серьезно. Так что, да. Ничего страшного. Не бойтесь. Все не будет хуже, так как у меня. Потому что я еще как бы выгляжу как орианка и разговариваю с телефоном на непонятном языке. Да. Ладно, вот это уже видео, уже очень будет длинное. Так что я вас сильно очень люблю. И желаю, чтобы ваши мечты сбывались. Пока-пока.